Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение Святаго Иоанна Златоустого. Кто не изумится, кто не подивится человеку простому нравом, или кто не привяжется к тому, в ком нет ничего коварного? Кому другому, как не им, принадлежит спасение? Кому, как не им, великие блага? Не пастыри ли первые услышали благовестие от ангелов? Не Иосиф ли это простой человек, дабы подозрения в прелюбодеянии не устрашило его и не побудило сделать какое-либо зло? Не простых ли поселян и сбрал Господь в апостолы? Так скажешь, ну надобное благоразумие. Да что же такое простота, как неблагоразумие? Когда не подозреваешь ничего злого, тогда не можешь и замышлять зла. Когда ничем не огорчаешься, тогда не можешь быть злопамятным. Обидел ли кто тебя, ты не опечалился? Оклеветал ли, ты ничего не потерял? Позавидовал ли тебе, и от этого нисколько не пострадал? Простота есть некий путь к любопудрию. Никто так не прекрасен душою, как человек простой. Как по отношению к телу печальный, унылый и угрюмы, хотя бы он был и красив собой, теряет много красоты, а беззаботный и кротко улыбающийся увеличивает красоту, так точный по отношению к душе. Угрюмы хотя бы имел тысячи добрых дел, отнимает у них всю красоту, а открытый и простой, напротив. С таким человеком и сдружиться безопасно, и если он сделается врагом, нетрудно примириться. Не нужны для такого человека ни стражи, ни караулы, ни узы, ни оковы. Он и сам будет пользоваться великим спокойствием и все живущие с ним. Что же скажешь, если такой человек попадет в общество злых людей? Бог, повелевший нам быть простыми, прострет ему руку. Что проще Давида, что лукавее Саула, а между тем, кто остался победителем? Что же сказать об Иосифе? Не в простоте ли сердца пришел он к госпоже своей? А не имела ли она коварного намерения? И однако же скажи мне, потерпел ли он какой-либо вред? Что проще Авеля и что коварнее Каина? И тот же опять Иосиф не просто ли обращался со своими братьями? Не потому ли он прославился, что все говорил с доверчивостью, между тем, как братья все принимали со злым умыслом? Он раз сказал им о сновидениях, сказал им и другой раз, и не остерегался. И он опять пошел к ним отписнести пищу, и нисколько не остерегался, полагаясь во всем на Бога. Чем больше они поступали с ним, как с врагом, тем больше он обращался с ними, как с братьями. Бог мог и не допустить, чтобы он впал в руки братьев, но допустил для того, чтобы показать чудо, и то, что хотя они поступят с ним, как враги, он будет выше их. Таким образом, если простой человек и получит рану, то получит не от себя, а от другого. Лукаво же наносит удар прежде всего себе и больше никому. Так что он враг самому себе. Душа такого человека всегда исполнена печали, мысли его всегда угрюмы. Если он должен выслушать или сказать что-нибудь, то все делает с нареканиями, все обвиняет. Дружба и согласие далеки от таких людей. У них ссоры, вражда и неприятности. Такие люди и себя подозревают. Им даже сон неприятен, равно как и ничто другое. Если же они имеют жену, о, тогда они всем враги и неприятели, бесконечная ревность, постоянный страх. Лукавый потому так и называется, что находится в труде. Так и Писание всегда называет лукавство трудом или мучением. Как, например, говорит Псалом 9, 28. Под языком его мучение и пагуба. И еще в другом месте, Псалом 54, 11. Злодеяния и бедствия посреди его. Из седьмой беседы на книгу деяний. Аминь.